Идею с миротворцами Порошенко выдвинул после своей поездки в Донбасс. Там, на территории, контролируемой Киевом, он встречался с военными, вышедшими из Дебальцевского котла. И по возвращении в столицу представил как собственную версию событий в Дебальцеве, так и предложение о дальнейших действиях украинской власти. Из Киева Дмитрий Хрусталёв. Проведя несколько часов на юго-востоке страны, в зоне так называемой антитеррористической операции, Порошенко успевает вручить награды бойцам, вышедшим из Дебальцева, и благодарит военных за якобы образцовое выполнение боевого задания. Не обходится и без автографов, и фотографий на память. Давай ты руки все сюда. Тем же, кто оказался на передовой, было явно не до фотосессии с президентом. Машина за машиной, колонна за колонной, многие просто пешком вырывались из Дебальцевского котла. Брошенные генштабом на произвол, солдаты валились с ног и падали с брони. Вернувшись в Киев, на экстренное заседание с НБО и сменив военный камуфляж на деловой костюм, президент Порошенко делает новое заявление. По состоянию на сейчас 2475 наших военнослужащих вышло из Дебальцева. Почти 200 единиц были выведены из района Дебальцева. Во время выхода, по предварительным данным, мы потеряли 6 украинских героев. Больше 100 ранены. Истинные потери и количество раненых становится понятны сразу, как только к городской больнице Артёмовска выстраивается вереница из скорых. А вот как происходит организованный, по словам Порошенко, вывод войск. В КРАС, рассчитанный на 20 человек, поместилось почти 40. Заявление президента опровергает и украинские полевые командиры. Вину за поражение под Дебальцева они полностью возлагают на неумелое командование Генштаба. Лидеры добровольческих батальонов уже заявили о создании альтернативного объединённого штаба. Меморандум подписали батальоны Донбасс, Кривбасс, Полтава, Приднестровье и Правый сектор. События последних недель, последних месяцев показывают неспособность внешнего состава Генштаба адекватно руководить войсками. Мы с целью сохранения независимости Украины, возврата от родных территорий, борьбы с коррупцией, наведения порядка в стране, помощи президента Украины в этот нелёгкий час, приняли решение создать объединённый штаб, украинские добровольческие батальоны. О том, что вывезти украинские войска из Дебальцева нужно было раньше, говорят и в эшелонах власти. Контингент выходит из Дебальцева. Железнодорожный узел вчера был уничтожен. На его восстановление уйдут многие-многие месяцы. Это одна из причин, многих причин, по которым вывод из района задержали. Неудачи на фронте и неубедительность Порошенко в ранге верховного главнокомандующего сегодня активно обсуждают и в интернете. Объясните мне, сдача Дебальцева и отход основных сил ВСУ с места постоянной дислокации на новое, неподготовленное место — это удачная операция? Что же тогда будет считаться неудачной операцией? Господин президент, ваши паркетные генералы привязали вам камень к шее, и вы уверенно идёте на дно. Нельзя удерживать страну во лжи. Нельзя вести двойную игру. Нельзя гибель наших ребят превращать в сухую статистику. Впрочем, невзирая на все нападки, Порошенко на заседание СНБО перекладывает всю вину на ополченцев. Якобы они систематически нарушали режим прекращения огня. И по предложению президента, Совет национальной безопасности и обороны вносит изменения в закон о военном положении. Новый документ, цитата, «учитывает опыты, особенности гибридной войны». Кроме того, одобрено обращение в ООН и ЕС с просьбой введения миротворческого контингента в зону конфликта на Донбассе. Принято решение об обращении к ООН к ЕС относительно разворачивания на Украине операций по обеспечению мира и безопасности. Идёт речь о том, что Министерство иностранных дел подготовит обращение. Мы надеемся, что Верховная Рада также поддержит это решение. По замыслу Порошенко на юго-восток нужно отправить полицейских из стран Евросоюза. Причём миротворческий контингент должен разместиться не только на линии разграничения в зоне конфликта, но и вдоль участка неконтролируемой Киевом госграницы с Россией. Идея по сути противоречит недавним минским договорённостям, в которых говорится о необходимости отвести тяжёлое вооружение и не перебрасывать на Донбасс дополнительный военный контингент. Идею президента в СНБО уже одобрили. Теперь дело за Верховной Радой. Впрочем, итог голосования здесь всем известен заранее. Дмитрий Хрусталёв, Станислав Петров. Вести. Киев. Украина.